Осталось 10 секунд. Приготовьтесь к битве. 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 Битве. Приготовьтесь к 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 битве. Силы тьмы на нижней линии атакуют. Смп проблем никаких у него нет. Крипов опять подзажимает так вот легонько. Занимается стандартными вещами и вновь будет пытаться крипов водить с этого спауна. Сол ринг также приобретает себе и Тимберсоу, которого тоже на линии полный порядок. Топовый нетворс между прочим на карте. Что у нас там с нетворсами? Тинни также не отстает. Ну и пока что огромное преимущество у Веги. Тимберсоу и Тинни гораздо раньше становятся полезными, чем Спектра. Особенно, когда Спектра против таких толстых непробиваемых героев. Посмотрим, с чем тут ответит Иллидан. Пока что у него сапожок, колечко и в общем-то все. Расчет пока больше не надо. Главное, что старт более-менее неплохой и прифармит нас Иллидан. Спектра, герой лейтовый. Если дать ей возможность пофармить, он будет ок. Как же больно Клопета на миде. Просто ее Тинни опять ловит на прокаст и остается у нее очень мало хп. Опять он сделал все кривовато. Ну, просто потому что по-другому он бы ее не поймал. Атакуют. Тэдхан сейчас спалился немножко, что есть там стаки Эншентов. Видел это точно Бисп. Их так тяжко будет фармить. Там два стака Драконов. Там у всех по десятке армора, а то и больше. Вон там у Ящерицы. Нет, у кого-то я видел там очень много. Ну, 9-10 армора получается. Ну, плюс 3 раз каждый, видимо. Там вот плюс 6 на каждом сумме. Ну, 8 плюс 6. Офигеть. 14 армора у Гранитного Голема. Он будет умирать очень долго. Так, но Ванна. Есть ревейдж. Встречают неплохо. Но Ванна. Что-то у страйк. Но Ванна. Это такой импакт. Но Спектра здесь, конечно, поменьше дэмэджи нанесла, чем показано в рекапе. Это, видимо, по всем учитывается. Но довольно много урона нанесла Клопа. Тайт. И вообще хорошо то, что вот так вот разобрали. За наглость наказали. Что там Вега хотели посмотреть? Я не знаю. У тебя явно не собирался же фармить этих Эншентов? Да он не сможет. Пока нет. Да. И как-то странно он заходил. Возможно, он заходил для того, чтобы побить того героя, который там фармил Энштов. То есть Тайт Хандера с лоу ХП. Так, с надеждой. Заглянули. Посмотрим. А есть ли там кто? А вдруг был бы. Так, ну а Тайт Хантер начинает. Ну, собственно, вот видно, что у него ХП практически не уменьшаются. Башню Сил Света на верхней линии. Очень долго он может атаковать. Буквально они ему сняли 100 ХП. Но это, на самом деле, еще не макшенный Эншер Смэш и не макшенный Кракеншелл. Пробивает немножко так Тайт Хантер, конечно. Постоял-постоял все, валить надо. Валить. Ну, нужно взять четвертый что-то из этих, четвертого левела. Наверное, даже Кракеншелл, чтобы именно не пробивали. Хотя Эншер Смэш, естественно, он возьмет, потому что он гораздо полезней. Слушай, а без птенита? Не оставляю эту точку без внимания. Периодически тут наветывается, пока дрон только взяли. Подформили свои стаки на нейтралов тоже. В результате, ноу-1 имеет брейсер. Есть также Роблеза Маги. Будет делать Драму Пейнджеранс. И скоро у него эти самые барабаны уже появятся. Нападение снизу на Аппарейшн. Ну, стандартный Аппарейшн, который фармит себе шестой левел. Ничего удивительного. Просто. И его никто и не сейвил. Осознанно. Три-два в результате пока. Башню сил света на нижней линии атакуют. Много перемещаться. В частности, вот Паша уже начинает активно вспомогать в своей команде. Башню сил тимена на центральной линии атакуют. Башню сил света на нижней линии атакуют. Чем он и пользуется помогать в своей команде. А то пока стимена в Симу-1 и спам. К сожалению, не отпушивается. Фарм идет. Ну, так скажем, более растянулись по всей территории века с квадрон. То есть, фактически, они формят везде. Башню сил света на верхней линии атакуют. Башню сил света на нижней линии атакуют. 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 Достает Тинни. Тимберсо уже не топовый. Нетворс имеет. И Квапа за счет вот этих вот постоянных гангов тоже чувствует себя здорово. Вообще, Элеменс выглядит все бодрее в этой игре. Как там у Тайдлайфа? Кейп, триллокейтный Элитана, Глимсону. Элитана, Глимсону. Элитана, он все таким мимо. Как-то не разобрались века с квадрону. И затем Элитана убить не смогли. Ну да. Что Глимс, Эспадевл. Как-то получилось грустно все. Триллокейт первый не реализовал. Тайдхантер, тем временем, взял себе восьмой аж с половиной левел за счет стаков. Очень быстро он, конечно, раскачался. Ему бы сейчас в единицу хотя бы гашек. Это было бы здорово. Так, и... Я вот думаю, когда мы увидим Тайдхантеров с Аганима. Да, это интересный вопрос. Но явно не в этой игре. Хотя... В это и возможно. Хотя в это и возможно, да. Учитывая наличие Тинни, это герой, которому Тинчерсмэш резать... Тинчерсмэш мы резать очень здорово. Скрин будет стаки делать. И еще. А, нет, нет, они просто разбили здесь смок. Ну, так как под центриком, который здесь стоит, проще. Так, видят, что это не настоящий висп. Это тоже не настоящий. Слишком много не настоящих висп. Башню сил света на верхней линии атакуют. На ульте и поэтому все знают куда идти. Прийти помочь не смогут. Но и в принципе трекера должна платить. Бэйн. А ручки уже почти поднял. Но Иваныч получил и уже не получил зацепить. Заветра и Тайзпласт. Он будет мимо. И ответ на атаку восполнили Гаспатрон на Пэйна. Забирают очень быстро. Ну, нормально. Скрин проторговал в итоге. Стянули всю команду. Скрин умирает, конечно. Но также из-за того, что это всего лишь на всего один саппорт. Они за него 315 получили. Он немножко потерял, но потратили порядка трех телепортов. Это как раз 50 голды. Ну, и с потерей Элементс это время и смок тоже. Больше. 225 голды. Да, и время и смок это тоже неприятно. Но, опять же, ты сам говорил, что ульта Спектры нет и что они поперлись, так далеко непонятно. Без него и так рано. Чуть подождали бы, форманули бы своих эншентов, сделали бы стак какой-нибудь и потом бы пошли. И Лидану просто очень приятно. Не то, чтобы они без Спектры ничего не смогут сделать Спектрап. Наносит просто неплохо демеджа за счет Дизалейта. И Лидану приятно участвовать в таких драках. Если он собирает киллы, он быстрее наращивает свой фарм. Кстати, обратите внимание на скилл билд Спектры. То есть упор сделался на дисперсию и плюс Vanguard. То есть такой скилл билд для того, чтобы впитывать. Впитывать очень много, терпеть и жить. Ну впитывать и отдавать, соответственно. Ну да, Дизалейт, видимо, почему не добил Крепка. Даже не вторую очередь. Почему не добил маленького Крепка? За что он его оставил на этом спауне? Почему? Боялся чего-то. Думает, что туда зайдут враги, наверное, и хочет им насолить, чтобы им остался один маленький Крепок. Ооо, Дисраптор, отлично сыграно. Что он там сделал? Он просто отправил Спектру, которая прилетела фармить на топ, обратно. И Спектра теряет время. Я бы на месте Спектру льтанул и опять к нему выпрыгнул. И упил его, потому что уже глимса бы не было. Ха-ха. Адесатор там был один. Было бы неплохо, на самом деле, но нет. Этого не знал Элидан наверняка. Он даже не видел, откуда его глимсанули. Просто полетел. Продолжает у нас фармить и та и другая команда. Видимо, у Тайдхантера появляется Плинк Таггер в результате. Есть левел девятый. Пока первый ревенш, но тем не менее, он имеется. Фармит у нас также генерал себе Оггар Клаб. Понятно, что это будет БКБ. Скорее всего, это будет П. Ибо нюков очень много. Это все нужно как-то переживать. Ну, и ждем каких-то уже активных действий. Команды пока вообще не торопят нас радовать какими-то киллами. Всего же 7 фрагов было сделано за 16 минут. Ну, окей, ладно. И тех других можно понять. Тиний нужен Аганим, нужны айтемы. Айтемов нужно очень много. Маг хочет Блинк Таггер. Осталось тоже не так много денег на нее дофармить. Тимберсоу, там один раз по щам получил. Понял, что лучше нафармить себе еще что-то. Ну, вот таким вот образом все фармяты. Фармят абсолютно все. Интересно, какая анимация... Башню сил света на нижней линии атакуют. Да, Инчерсмэш у него должен кастоваться на область. Нет, гашка остается. Гашка остается на область. Я тут смотрю, почему я думаю, как хорошо кастоваться. Газ. Газ улучшается, что? Выкидывается не на ту точку, а у я. Ну, это вообще шляпка какая-то. Нормально. Башня сил света на нижней линии атакуют. Знаешь, это было искреннее разочарование, на самом деле. Что ты думал, что Инчерсмэш как? Китается целенаправленно, как ты или что? Ну, кидается на рейндж. Просто рейнджовый минус армор это, конечно, неплохо, но ради этого тратить такие бабки, думаю, того не стоит. Зато да, теперь у меня нет вопроса, как он кидается. Он просто блюет шире. Силы света укрепили свои сооружения. Башню сил света на нижней линии атакуют. Башню сил света на нижней линии разрушены. Неконтактный, скажем так. Ну, может быть, посмотрим. Но вот как раз Инчерсмэш здесь поинтереснее смотрелся против Тинника. А что касается Гаша... Поэтому мы, собственно, и не видим дайтхантера с агонимами. Да я вообще дайтхантера не вижу, поэтому я не знаю, может быть, он и соберет. Башню сил света на нижней линии атакуют. На топе остается лишь только Спектра, который тоже носит свои ноги. Есть у меня 2300 колды и Сёма-то находит Спектру и можно накрыть статиком. Конечно, статиком. Без шансов для Ильдана, хотя мог успеть попытаться ультануть. Залетает туда Ultimate Operation сверху, но Ильдан раздал недостаточно. Башню сил тьмы на центральной линии атакуют. Угу, мой идея их стало поменьше. Хороший ганг получился от Вегас-Подрон. Плюс, пока всему, можно еще итера-1 съесть, который тут побитый. Ну, вот таким вот образом, чуть-чуть по крапинке... Башню сил тьмы на центральной линии атакуют. По двадцать метру по одному галтишке в секунду, фактически ребята из Вегас-Подрон зарабатывают. Башню сил света на верхней линии атакуют. Силы света укрепили свои сооружения. Ну, Спектру, на самом деле, я вот верю, Спектру в Лайте. Она уже дважды застощила. Башню сил света на верхней линии разрушена. Но вопрос, доживут ли до этого Лайта, учитывая, что здесь... Ну, элемент с любителей позакидывать, а против Тинни любая ошибка, она наказуема очень жестко. Ну, вот уже у него почти огонь есть, и как только он его вынесет, там за ошибки будет страшная кара. Да, и Сплит уже улучшится в разы от Веги, и нельзя будет так просто в райме распрощаться элемент спойгейминга. Ну, в общем, пока у той и другой команды есть время. Ну, наверное, все-таки лучше, что для Элемент споргейминга времени есть, потому что Спектра еще по и айтамы не вывезла. Но вот Гуарда, как мы видим, пока маловато. Сержится она, конечно, в топе по своему Анатворсу, в Анатворсу своей команды. Ну, а в глобальном масштабе Тинни и Тиммерсо пока ее перефармливали. Есть Мог, на Твегов Складрон готовы они кого-то огорчить. Ну да, он что-то не дофармил. Башню сил Тьмы на центральной линии атакуют. Не дофармил и не дофармил. Опасная ситуация. Тайтхандер, блинком. Видит его. Видит оперейшена. Хотят врываться. Очень хотят врываться. Шейкер с блинком или без блинком. Ох, сейчас как хотят врываться-то. Ну, есть ворды. Никого не видели. Все видят. Никого не видели. У нас вега сейчас отступают. Заходит уже сам Йоку и очень быстро накрывает все. Подал садик перед смертным. Крик. Воронки просветили и заметили. Ну, видели сначала на ворде и понимали, что там не один, скорее всего трое. И просветили воронки в нычке. Башню сил Тьмы на верхней линии атакуют. Не получилось засады. И вышло. Но зато и не смог нафармить себе ногами. Неторопливо разворачиваются события на этой карте. Все очень даже спокойно. Где экшен? 9 фрагов за 20 минут. Где? Где наши супер-мясистые Мочилова? Пожжа. Пожжа. Вот, буквально еще 20 минут пофармим. И потом будет экшен. Знаешь, в таких картах, когда долго ребятки раскачиваются, они потом такое выдают. Башню сил Тьмы на верхней линии атакуют. Такой экшен 10-минутный подряд вообще без тормотки. Чтобы только как бы смотреть. Мы ждем. Так не устраивает. Если сначала был экшен, то потом делайте что хотите. А если изначально экшен не было, а вдруг сейчас одна драка и гг. И получается, что вообще не будет. Так, но мы не договаривались. Башню сил света на нижней линии атакуют. Комбеки Переворота. Комбеки Переворота. Это может быть вполне в этой игре. Тем более, что Спектра как раз слегка проигрывает. По-моему, его умирают. Техослэм. Свисора. Техослэм. Свисора. Техослэм. Попадение. Бэйн рядышком. Заслипали. Возвращают в Петру. Закрывают. Ну, мясистое мочилово наступило. Только оно как-то наступило слишком быстро и слишком в одну сторону. Однополка, получается. Да, Вега ловит противника и нахаживает. Башню сил света на центральной линии атакуют. Силы света на центральной линии атакуют. Силы света укрепили свои сооружения. Так, куда идет, подмашет, наделится налево, направо. Знаешь, очень странный элемент. Такое ощущение, что они не срады поняли, что у них там пару героев убили. Убили тайда, ну ладно, там, оперейшн, ну ладно, а что бы мне не пофармить прямо под вот этой горочкой, где меня сверху видно и могут с легкостью заврать. Ну что ж, пытается подловить инофпейн, верятое получится. Скорее всего, нужно на Рошан перетягиваться. Вега, может там... А Игорь сейчас только важно. Важные силы тьмы на нижней линии атакуют. И Паша там, и Тимберчейм, и все раскидывать, и храмы. Много денег, кстати. Но ванн по КП вообще выходит сразу же. Вообще, вот в счет этих трех киллов плюс несенного тавра должны много были заработать. Да, преимущество уходит там к отметке в 7000 плюс над противником. По экспириенсу мы видим там около 6. Какой-то уже перевес чувствительный. И в засаде стоит Элемент Спро Гейминг. Просто под смоками, под смоками, на своем прикорчивающем противник. Да, Элемент Спро Гейминг что-то очень намудрили со смоками уже во всех своих играх. Но сейчас, надеюсь, они могут выйти нормально. А куда выходить нормально-то? Ни шиша не видим. На топе. Кого-то, может быть, заметили в лесу. Вот сейчас, может быть, заметят. Нет, никого не видно в лесу. Никого не видно в лесу. Выходить страшно, бояться, думать, что сидят на базе. Или, может быть, в своем лесу нас ждут с пятером. Не хотим, не будем выходить. И не стали. Но, вот, большое преимущество то, что они могут ходить втроем. Operation Farmit, Pictra Farmit. Еще начинается драка, Operation кидает ульту, Pictra прилетает. В итоге, ты можешь просто ходить втроем, а не в пятером. Да, но для этого нужно драки организовывать. Надо рэвидж тратить, который не тратил уже минут пять, если не больше. И давно не видели за место этих вот пять на пять. Может быть, Элемент Спро Гейминг, конечно, таким образом пытаются игру заценить в лейт, в гипер лейт. Но можно периодически отдавшись, до лейта это и не дотянуть. Ибо совсем скоро пойдет тениц БКБ вперед в атаку. И попробуй его остановить. Да, БКБ уже совсем скоро. 90 монет остается. Даже 80. 80 монет. Так, Тимбертип нас купил. А блин купил. Ну вот, за блинком Тимберсал. Левел тринадцатый из Блодстоун. Лишних два заряда с момента покупки заработал. Ну и Спектра отчаянно пармит себе на свой Сакртрейк, что впоследствии выйти в Родиан все как-то вот так, чуть-чуть по капельке. Тяжело. Ну и вот играет с теми 4 плюс 1 сейчас Элемент Спро Гейма. Четверо не шиша не делают и один пармит. Не всегда победная стратегия, конечно. Хотя соглашусь с тобой, что Спектре можно верить. Это тот лейт, которому можно доверить. Доверь мне. Радианс почти готов. Сакра должен купить. Да, Сакра тоже есть. Ну и с Радиком будет пободрее. В этот момент Вега заходит на Рошана, понимая, что время поджимает. И Спектра уже должно в любом случае в этой игре выносить Радик достаточно скоро. На рецепт она накопится очень-очень быстро. 1300 монет это несерьезно. Даже меньше уже 600 монет остается. Ну а Вега ковыряют Рошана по-прежнему втроем. Снизу фармит Тимберсоу, у которого уже Бладстоун, Блинк и будет то ли Климер, то ли вообще Пайф. Ну и Тинни, у которого БКБ аганим. Ну и будет дальше в Киас, сколько вы хотите, скорее всего. А вообще видно, что... Существует того, что Башня Сил Тимберсоу нет. Ой какая улька! Ой как больно сейчас! Спектра раздает, квист полетает... Спектра воруют. Башня Сил Тимбы на верхней линии атакует. Ай-яй-яй-яй, осыпка какая! Бо-боже! Да, вот это момент, нам там подсказывают, что Башня Сил Тимбы на верхней линии атакует. Возможно будет у Тимберсоу, это увеличит радиус его тимберчейна. дальше кидать и грамм но вообще-то приятно что побольше радиус будет но самое главное конечно тимбер чейны и чекрам который будет кидаться чуть подальше поудобнее ну или дан красавчик ну как красавчик еще красавчик конечно дисраптор его отправил соц тени вредимости теперь у спектре еще есть и аегис да и это конечно можете должно приостановить эгоскадрон очень не уточник какой-то момент совсем но сейчас можно сказать тенгара тенгар варде проставил как рамки берченко костюму кто-то вылез вообще кинетик поставил сейчас патика покроете попутал на месте дальше должна быть помощь вот он есть и ну а что тоже думал вас максу всем это словим слишком жесткий поэтому видимо и никуда не торопился потому что в любом случае был гримбес отличная игра от семы в этот раз он исправился и не стал никого там возвращать из врагов в безопасную позицию вернул как раз таки в самое пекло но тем не менее радик у спектры присутствуют и фармит она значительно быстрее с ним и в драке она значительно сильнее каждый следующий арте башни сил света на нижней линии проблем заставлять таким ребятам как шейкер вообще от выбирать пытаться выбрать позицию ворваться против спектры ну что ты сидишь пока драка идет тебя спектра пол хп снимает а то или вообще убивает а в итоге ты еще и не можешь ворваться потому что три секунды идет кулдаун более того вот в отличие от многих ультимейтов типа зевса фуриона ультспектр он не просто тебя дамажит а он по тебе еще делает тычку и избивает транквилы они перестают регендовать это очень неприятно нет они только стычки сбиваются и вот в этом как раз вот два героя таких такой фантом лансер неприятный для вот арт лайнеров на стадии лайнинга потому что он кидал свое копье и сбивал транквилы но вот сейчас так просто подумал что еще и спектра такая же неприятная не то чтобы это прям сильно решал конечно для него больше решает то что она сбивает блин кому и не дает ворваться но так вот довольно таки много дэмэджи просто наносит он на лоу хп всегда оказывается все герои такие которые более-менее страдают этого магического урона они не имеют большого запаса здоровья что будет умирать что типа виспа тоже самое хотя есть глимер да если все остальные раптор тоже будет страдать да тут вот спектра уже набирает обороты там может быть какую-то нам успеет из игра затянется статистику по спектре или может быть она уже есть я сейчас пойду ее и найду вообще что касается если вот у нас была похожая игра только с магнусом а он искал возможности влететь как-то чтобы мы не взбивали его blink там тоже медведи с радиансом были прочая гадость и там он уж ходил на такие ухищрения что он покупал себе какие-то бкб ушки shadow blade и порстав и я думаю что и в этой карте нас подобное ожидает вот например 5 тебе я сейчас став это возможно будет его вообще какой-то артефакт который позволяет ненадолго уйти в неуязвимы скажем так пытаюсь найти нету никакой покажется статы но башни я думаю центр нашел атаку развел на пока войну ванну вам нужно валить там т.п. продолжает опять же работать и бэйн идет ловить на ванна соглашается на дистанцию есть мега там sonic выводу виспу возят в тени чаще адрес по прилетит плюшка сейчас сам урона видимо да и сейчас сам плетит тоже он вернулся из фонтана чтобы отправиться так и произошло пытался попытался он вернуться нтп пока деньги потратил еще бы чуть-чуть и забирали бы виспой тени поэтому вовремя конечно нажал свой телепорт более сил света на 3 менее браку дается сделать и пока башку из тени одну выбили более того сайт вот так и не за ультил просто очень качество разгол до очень качество разгол рублю покупаете я с варианции будет делать бриташек конечно корейцев репресс вряд ли все делать особо подформить тоже здесь конечно акцент нужно делать на его иношнюю силы тьмы на нижней силы тьмы укрепили свои сооружения башню сил света на церковь проходит были какие-то пытки от века подловить противника удалось удавалось как шатно потом был потерянный айгис и вот после этого буквально через наш носил тьмы на нижней линии разрушивать вообще на 2 учитывая что у него мекка и башню сил света вроде они атакуют видимо хватит в любом случае есть не хватает можно всегда сделать грейвзы и и мета не будет есть ману это точно хватит но хотя как правило чем как раз таки в том-то и проблема что когда только или фрешер покупаешь сразу бывает не хватает а когда получаешь пару артов пар уровней всегда хватает вообще всем туда впоследствии там где это снизу пошла на спектру пытаются убить это сломать и не разваливать или да ну очень быстро пытался помочь но просто не успел это это из бласт ну таки куи не решил создавать потому что не было смысла особо хорошо залетели очень качественно оформили метанами шансов на спасение круто залетели до залетели хорошо и очень быстро тени разобрался конечно чуть чуть пораньше бы окажись здесь тайтхантер могли бы побороться спектра вышла из стана бы убежала куда-нибудь потом на развороте ультанула ультопарейшена но в итоге этого не произошло опарейшен покупает много вардов у него нету задела под медасик я чувствую медасика в этой игре уже не будет скорее всего пойдет фармить сразу аганим по крупицам если конечно будет получаться ну неприятная ситуация то что конечно аганима нет и не будет долго ну смысле медасика нет аганима не будет из-за этого долго даже не намечают что самое обидное но и чат очки так игра шла то есть здесь не та игра где те кого-нибудь герокоптер мог оставить линию лететь фармить здесь та игра где спектра на фармила по максимуму и теперь не оставляла ничего а еще есть и саппорт бэйн которому по идее а то по каких-то надевать ну там был один момент оставляли аппарат на колени не воспользовался он погиб и и больше ему действительно вариантов не давали попармить ну да да ну он там больше для шестого фармил но тоже мог бы сделать задел под медасик или вообще его собрать не получилось тимберсо покупает bkb думаю следующим артефактом он может уже смело задуматься о каких-то вещах типа аганима а можно есть уже два пока б причем довольно долго действующих в 1 9 и линзы той самой про которую мы говорили преимущество растет у века с патрон то есть на дистанции формат лучше и опять же вот этот вот игра от элементов на системе 4 плюс 1 когда один герой фармит остальные ничего не делают она дает о себе знать и по экономике довольно серьезно просели элементы спектры полный порядок у кого и 14 тысяч они проигрывают я об этом говорю да и так хантера нет денег у суппортов нет денег это может сказаться то время как например вис хотя бы клеймер имеет тот же самый дисраптор пошли опять пытается разорвать или разрывают порвался или дан пактоницирует находит возможность лететь цеха слэма и и потом поддерживать башню силы света на верхней линии атакует айсблаза яссблаза яссблаза неплохо и с потому что залетая дальше у нас паша пошли у нас какие-то пинс гриппы по сути же прям пока вы ставите кстати хоро статик бывает пинс грипп из суток на нашли силы света на верхней линии атакует страйк генерал sonic вейв переживает рассказ киберсов мы сейчас перейти будут падать просто спектр и это немножко выиграли время чтобы вас пока возродиться чтобы не сломались нормально башни света надо ли герой атакует спектра пытается добить кого-то деление в тени пошла ты не пожалуйста пока были просто идет тут же глимс или он в тени напал но это очень странно потому что тени тоже точно я думаю что там кто-то битый было сейчас они потратили ульт выставку нет пока болтили сейчас и можно подкладить идет йогу нет рэвэджер а все разворачивать так больно йогу есть они квэйв конечно опять же просто не хватает это пытается уйти страшно очень и на блинках сваливают элемент элемент вот та самая ситуация когда вы отдаете предпочтение тому герою его убивают и весь ваш над force все ваши напармены даже немного 12 300 но они просто уходят никуда остальные метра очень сложно 300 это что это у нас спектра спектра я понял ну просто там уже разрыв такой огромный что там уже 20 300 очень много то есть и timber и идти немного имеют еще и клопа имеет достаточно шейкерами достаточно много и висп с с автором такие богатенькие буратины генерал совмадения минус генерал ничего не сделал сделать но он пытается бить и кучей большинство сил света на верхней линии но взрослый бьет спектру или данных закрываю опять макмака сливают погоня дальше за всем и всем это подправить и улыб успевает это буду убивать я сам и рассматривать кто куда продажа была наш носил исполнение линии продажа капитана мага вот потом продан на убеги но на самом деле он здорово опять ворвался убил клопу и поломали вышку не сломали кэш бараки но ничего страшного они и так далеко впереди плюс на байбэк развели противника потеряли ну кого они потеряли оффлейнеры суппорт это черт с ними не страшно услышал фарса паша пополен у него много денег у него много у него огромное количество зарядов на плотстоне просто неприлично произносили цифра 18 ну да неплохое количество конечно не супер огромное но вот еще еще десяточка и будет действительно много не торопится с и гоним купился ультима и торт ну то что может даже и в хекс какой-то пойдет после да возможно в хекс а может купить себе линку и единственный кто его держал на протяжении стих замесов бэйн тоже не сможет ничего делать да возможно и так подгорел то что его бренд держит ну что так огромное преимущество она сказывается и ты можешь покупать прямо даже не самый эффективный артефакт а просто то что тебе делает игру чуть комфортнее ну возможно здесь действительно линка она и еще и невероятно эффективной будет из-за того что его будет просто не остановите тимберсо будет летать по драке и наносить больше дэмэджи все так ну а заходит хорошо все временем рафан падает нет у него пока сыра но и из кристаллис владмир покупает вот тени висп под всю свою команду следствием тоже и в затруднительном положении находится элемент с первой карте опять же 20000 они уже проигрывают спектра могла купить себе только алтиматор вот что у нее еще мата ставишь на сети мы на верхнем атаку этом очень молода атинис доедался привет сейчас мы просто быть 307 урона а 4 башню селчины веришь на 7 урона такой пошел пошел тени блинка нет держать чудо просто всем составом бежать подальше куда глаза глядят глаза глядят конечно же на фонтан видно туда нужно отправляться только не с помощью противника самостоятельно и бежать синий преследует вообще никого не боится и не опирался вообще что застрял неужели не готовы давать ой это будет плохой те я уверен догоняет из крина его он что съесть климер пока клеймер спасает ультимейт спектры пошел какой-то лэш куда пока пешечки что-то не совсем ясно или там там просто стоят кинетик поднимает и улыбок в статик или там стоит такое было здесь соник п заходит рэйвы странный сюда или она просто разбирают рэйвы только никого не задумать на развороте разбирают дайдхантера тып делает скрин уходит на тп в итоге минус спектра минус стоит и бега идет дальше я думаю что сейчас будет минус страна да и честно говоря пахнет гг судя потому что с 3 будет целых 50 так он всем понял я зачем остались элемент про гейминг и за ними просто пешком претендовал теле ладо с блинком он подоставал казарма сил света наверх не можно было продать просто пыль силы света укрепили свои сооружения почему-то остались что любой навязать проигрываю столько денег еще имея эгис сопротивника ну не знаю что казарма сил света на верхней линии разрушены пою за все свои ключевые ультимативные способности потеряли сторону в результате предупреждение заслипали но она его будет генерал заступает за сутар на сбиток пока нет демо не рался бы не прыгать или пробивать посмотри пашу чуть я хотел взять башню сил тьмы на центр и бедер атакуют башню сил света на нижней линии атакуют такой по нижней линии именно там нет терпотавра и на эту линию можно сейчас сломать замораживаться но вам не так страшно появляется ли башню сил света на нижней линии разрушены за траку практически представляет возможным но вам прошло сентября сентября атакуют троих дизелью сад и так сами кто-то неплохой сжимают чё-то ребятный патрон открыл атилия открылась и цвета нижней нижней линии разрушены очень давно нижней линии очень хорошо все века исполняли в драках а элемент виден таки не пришли в себя или возможно это их большие состояние но выглядит крайне разрозненными и с такой игрой крайне тяжело им будет бороться за попадание в топ-2 и выход в плей-офф я так хочу сказать что вот очень много матчей мы комментировали элемент про гейминг до старта квалификации и они не играли таким стилем вообще чтобы кто-то постоял нянчил спектру чтобы уходили флэйлера не играет под скрина это диро милой а